Владимир Высоцкий со мной по жизни идет с 1971 года. Тогда, будучи молодым директором Дворца культуры моряков, мне довелось встречать его, организовать его концерты, немножко участвовать в борьбе. Как вы понимаете, раньше это было все непросто и очень сложно. Будучи директором Дворца культуры моряков, а Дворец культуры, он был подведомственный храм искусства Тихоокеанскому баскомфлоту дальнеосточного пароходства. И Романюк Вячеслав Андреевич был председателем Тихоокеанского баскомфлота, который принимал непосредственное участие в организации, проведении концертов, быта и самое главное в борьбе за свободу, за свободу творчества Высоцкого на нашей земле в городе Владивостоке. Я попрошу Ислана Андреевича подойти, пожалуйста, сюда. Спасибо. Что я хочу сказать. Владимир Высоцкий, он абсолютно простой парень. Ничего в нем такого особенного не было, когда мы с ним встретились. Это был прекрасный день, июнь 71-го года. Зашел ко мне механик, электромеханик, который пригласил его сюда, во Владивосток, его товарищ. И следом за ним заходит парень. Подает руку, говорит, я Высоцкий. А я здоровый, говорю, а я белый. Вот так мы познакомились с ним. Я не буду много рассказывать о том, что нам пришлось выдержать от той ситуации, в которой мы находились. Ведь мы, как понимаете, люди из прошлого. Но тогда мы были молодыми, энергичными руководителями. И для нас Высоцкий был своеобразным символом свободы творчества, свободы мысли. Будут новые поколения, будут новые стихи, будут новые песни. Но фундамент, который Владимир Высоцкий заложил в наших сердцах и в творчестве, я думаю, что останется навсегда в наших сердцах и как фундамент для дальнейшего развития. Но ровно 42 года назад, 2 июля 1971 года, я оказался в такой необычной совершенно для себя роли, когда вместе с Высоцким мы решали страшнейшую в то время проблему. Молодежь этого сейчас не поймет. Но когда Высоцкий зашел ко мне, председателю морского флота, в кабинет, и я его увидел, вот так вот увидел, мальчишка, мне было 34 года, ему 32 года, мы встретились, смотрим друг на друга, и он был, конечно, страшно, тяжело ему было, будем так говорить, плохо ему было. Он в критическом был состоянии, потому что, вот можете себе представить, должен быть концерт, концерт вечером, даже два концерта, распродали все береты, все распродали, и вдруг приходит ему извещение, Анатолий ему говорит, все, концертов не будет, все отменяется. Крайком партии запретил, запретил, потому что у тебя нет никаких документов, не все. Что такое крайком партии, Вы знаете, сказали, все или менее, никто не может пойти против, никто не хотел идти против, что идти, это все равно, что бороться против нету, как говорится. Ну вот что, вот представьте, нас сидим и думаем, что делать, ну вот что можно в этой позиции сделать. И давай и тот вариант, и пятый, и десятый, ну ничего, надо идти в любом случае к первому секретарю Крайкома. А кто мы в то время были? Какой первый секретарь? Там не пустят, значит, и на порог. Но потом еще думали, думали и придумали, так придумали, одним словом, что в конце концов разрешили концерт. И кто бы сейчас не рассказывал, что разрешили шесть концертов, кто-то присутствовал на десяти концертах. Нет, было конкретно. Два концерта. Конкретно им сказано, Высоцкий должен петь только патриотические хорошие песни, никакого двойного дна. Если что-то случится, я и товарищ там, который был со мной, Пилипенко, из партии. Гуляйте, гуляйте. Значит, и все, и никаких вопросов. За 9 лет, с тех пор, как я закончил училище художественного театра в Москве. За это время я начал работать в театре Пушкина, потом еще переменил несколько театров. Так пришлось. И наконец-то остановился на Московском театре на Токанке. Это новый театр, организованный всего 7 лет тому назад. Средний возраст у нас, когда мы пришли, был 23 года, 22. Сейчас, естественно, больше на 7 лет. Но все равно мы считаем их театром молодым. И молодым не только по возрасту, но и по всем другим показателям, как это говорится. У нас главный режиссер, несмотря на то, что ему значительно больше, чем нам, он человек молодой, молодой душой и молодой в своей работе. Дело в том, что спектакли нашего театра всегда вызывают громадный интерес в Москве. Если кто-нибудь будет в Москве, и вы спросите в любой театральной кассе, куда труднее всего попасть, они вам скажут, конечно, в театр на Токанку. И вот он так и называется Московский театр на Токанке. Ну а то, что я пишу песни, музыку, тексты и сам их исполняю, это не мешает, но, я считаю, наоборот, помогает работе в театре. Почти всегда лучше всего начинать песен военный, смотря, что подать там воинам, которые погибли. И потом сегодня еще у всех такое настроение. Вот, я думаю, что нужно как-то, какие-то минуты обязательно память погибших космонавтов, которые вчера погибли. Я с ними со всеми дружинами знаю очень, поэтому сегодня я первый раз узнал об этом в Владивостоке. Я же летел и не знал ничего, не думали, в Владивосток это раньше, чем в Москве. В Москве только сегодня в утренних отпусках, вероятно. Так что видите, как оказывается, не только война уносит жизнь, и подвиги совершаются не только на фронте. Я так думаю, что они тоже находились на передней линии. Но, к сожалению, у меня нет ни одной песни о космонавтах. Я обязательно напишу и в память погибших, и тех, которые будут дальше летать. Я сегодня спою о моряках, обязательно в пользе. Но сейчас, позвольте, перед мне вам, о летчиках. И хвост нас двое, расклад перед горем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, что козырить надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны. Я хвост вышел в Югерс, но вот задымил он, назад нас забыли венты. Им даже не надо, кашистов на пилы, сойдут и на крыльях крылья венты. Я вернусь, я вернусь, а не портовую, я вышел ему на берег. Сбей, помогя, уйди, молокоя, прикрою, пою, не бывает чудес. Сергей, ты горишь, умовая человече, теперь на надежность трон. Не порта, и мне вышел Югер, навстречу, прощайся, живу его плос. Я знаю, другие свинут себе счеты, но по облакам скольцят. Средят наши души, как два самолета, без них друг без друга летят. Архангел нам скажет, прою будет туго, но только ворота щелк. Пусть Бога попросим, спешите над другом, в какой-нибудь аудиторий в тепло. И я попросу Бога, Духа и Сына, чтоб выполнил пору мою. Пусть вечный мой друг защищает мне в спину, как в этом последнем бою. Пусть вечный мой друг защищает мне в спину, как в этом последнем бою. Я теперь в дураках, не уйти мне с земли. Мне поставила суша капканы, И, заметившись сходней, на берег сошли. И навечно, мои капитаны, Мне тебе не выйти в море, и не встретить их в порту. Ах, мой вечный санаторий, как оскомина в порту. И теперь в моих песнях сплошные нули, В них все больше прорехи и раны. Из своих кителей капитанских ушли, Как из кожи моих капитаны. Им теперь не выйти в море, Мне не встретить их в порту. Ах, мой вечный санаторий, как оскомина в порту. Капитаны мне скажут, давай не скули. Ну, а я и скулю волком вою, Вы ж не просто с собой, Мои песни везли, Вы везли мою душу с собою. А вам теперь не выйти в море, И не встретить вас в порту. Я сегодня в недоборе, За счета да в нищету. Вас встречали в порту Толпы верных друзей, И я с вами делил ваши лавры. Мне казалось, я тоже Сходил с кораблей В эти Токио, Камбурги, Гавры. Вам теперь не выйти в море, Мне не встретить вас в порту. Ах, мой вечный санаторий, Как оскомина ворту. Я надеюсь, что море Сильней площадей И прочнее домов Из битона В море лучший колдун, Чем земной чародей. И я встречу вас Из Лиссабона, И вы вместе выйдем в море, И я встречу вас в порту. Ах, мой вечный санаторий, Как оскомина ворту. Я механиков вижу Во сне шкиперов. Вижу я, Что не бесят за жиру. Капитаны по сходням Идут с танкеров, С сухогрузов, Да и с пассажиров. Вот я вас Встречаю с моря, Вот встречаю вас в порту. К чёрту вечный санаторий И оскомину ворту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok